Приветствую всех уважаемых! У меня тут снова назрел гениальнейший план по созданию персонажа с помощью трёх рандомных картинок. Мне показалось, что вам немного понравилась прошлая часть, поэтому ловите ещё одну. Только на этот раз будем рисовать в программе. Если что кому будет нужно, программа называется Procreate. Идём в наш многоуважаемый Пинтерест и смотрим, что у меня за первая фотография. Ну вот такая прикольная дама. Не очень даже милая и хорошая начала, считаю. Следующая фотография, только уже вторая, это вот такие две дамы. Неплохо возьму отсюда эмоцию, наверное. Ну а дальше интересное дополнение. Дама на закате. Ну, прикольно. Что ж, как я говорила, я решила взять такую эмоцию, как и на второй картинке. С первой я взяла цвет волос, да и в принципе её кучерявость. Не то чтобы это прям кучерявые волосы были, но допустим. Ну и с третьей картинки я взяла цвет, ну вот этот жёлтый, и одежду. Ну одежду я взяла приблизительно похожую, потом увидите. Будет что-то наподобие одежды на резинках. Ну вот, как здесь, например, это самое похожее, что я нашла на самом деле. Просто вот тут я увидела, что в этот раз вроде как одежда на резинках. Только тут платье, понятно, у меня будет костюм, хотя изначально я хотела сделать с юбкой. Ну, поэтому имеем штаны. Да, сначала у меня тоже была высокая посадка, потом я решила сделать низкую, потому что, я думаю, ей подойдёт. Ёбка должна была быть парашютовой. Да, потом мне что-то перенравилось, и пошло-поехало. Да, ну и также с первой картинки я взяла клубнички. Вот, например, первая из них будет вот тут на талии, на таком украшении, а вторая серёжка будет. Блин, ну я вообще не представляла на тот момент, как будет выглядеть у меня итоговый персонаж, на самом деле. Потому что сложное сочетание получилось. Я вроде уже нарисовала набросок, но что-то тут не так. А переделывать почему-то я не переделывала, потому что в голову уже ничего не лезло. Кстати, как по мне, этот лайн выглядит просто обалденно на видео. У меня, да, у меня новый способ съёмки, я решила просто поснимать экран на планшете. Я думаю, так очень даже прикольно, да? Вообще, можете кинуть оценку. Ну, во всяком случае, интереснее, чем просто спидпейнт, потому что вы хотя бы видите, как я это всё рисую. Да, я немного в ускоренном формате, но неплохо. Да кто там заводится? Да, всё нормально, просто такое чувство, что это уже вторая пятиминутная попытка дракону съесть слона. При этом они общаются по... Ну, как общаются? По громкоговорителю. Ладно, просто кое-кому надо было закрыть окно. А пока я тут базарила, уже перешла к глазу. Не, ну как же лайн тут прикольно выглядит? И не скажешь, что я страдала над ним часа полтора. Кстати, можете написать, какую часть вам нравится рисовать больше всего, потому что мне, например, глаза и волосы, это просто моя любовь. Ну, весь прикол в том, что я лучше всего это и умею рисовать. Например, если брать одежду, то это печаль, беда. Не, на самом деле сейчас чуть получше, потому что я немного поняла прикол со складками, правда не на любой ткани. Да и абсолютно не в любых случаях. Но главное этим заниматься, потому что можно сказать, что ты не умеешь никогда этого не делать. А можно делать как получается. Потом будет получаться лучше, потом ещё лучше. Ну, стандартная схема. Потому что за всё время, что я пытаюсь рисовать одежду, я увижу огромный прогресс. Да, вот с украшениями я почему-то не заморочилась. Но переделывать уже не стану. Потому что можно было бы, конечно, рисовать цепочку вручную. Я думаю, я бы откинулась, хотя вот только сейчас дошло, что есть кисть с цепочкой. Правда, у меня её нет, её надо бы скачать, наверное. Только где бы её найти, хотелось бы узнать для начала. О, я тем временем уже перешла к покрасу. Ну, наконец-то. Вот, это, наверное, тоже моя любимая часть, потому что я каждый раз придумываю что-то новое, чтобы по-новому сделать лучше. Развиваемся! Ну, или одним словом, я просто люблю рисовать. Как неожиданно! Но помимо рисования, я очень люблю усложнять себе жизнь, перемены и всё тому подобное. Поэтому спешу сообщить, что я поступила. На специальность, которая совсем не связана с рисованием, но, тем не менее, я туда очень хотела. Причём не просто на специальность, а в университет. Отличный, в который я тоже очень хотела. Поэтому, товарищи, верьте в себя, и у вас всё получится. Потому что, если даже я смогла сдать математику, то вы точно сможете. Не, ну, к великому счастью, я иду не туда, где нужна математика вообще. Она там тоже так же нужна, как и рисование. То есть, вообще не нужна. Да, кстати, по поводу рисунков всё-таки скажу. Если что, ругайте её тренера, либо её спортзал, куда она ходила. А не меня за то, что я не шарю в строении. Типа, очень хотелось добавить ей порез, что ли. Но посмотреть на референс... Кому нужен референс? Действительно. Это не та случайная, которая говорит, что надо пользоваться референсами. Ну, не важно. Дальше по моей части, дальше волосы. Как я уже говорила, люблю их рисовать. Как делать им цвет, так и просто рисовать. Да, лайн делать, набросок делать. Кстати, если у вас всё ещё есть проблемы с рисованием волос, можете посмотреть моё видео, где я учила рисовать волосы. Специально для вас оставлю ссылку в описании. Ну, из меня, конечно, такой учитель, что вы мне сильно не доверяете. Но посмотреть, можете посмотреть. Я как раз уже добавляю волосы. Это жёлтый цвет, о котором говорила вначале. Вот отсюда, с этой картинки. Кстати, можете написать ещё в комментариях, как мы назовём эту даму. Придумать ей имя коллективненько. И если вам будет интересно, можно попробовать сделать её в Симсе. Ну, о чём бы и нет, такого ещё не было, да? Либо просто какого-нибудь другого персонажа из аниме, может быть. Ну, не суть, с волосами я тут почти закончила. А вот в видео, где я рисовала костюм, почему-то у меня не сохранилась в валерее. Я понятия не имею, почему, но это пипец как обидно. Поэтому тут же посмотрите спидпейнт, он недолгий, и воля. В общем-то, эта дама готова. Но опять-таки имени у неё нет, поэтому можете придумать. Я думаю, о самом прикольном имени объявлю в следующем видео. Ну, и в принципе, можете написать, понравилась она вам или нет. А того, что мне нравятся... Нравятся волосы. Ну что ж, на этом можно закончить. Всех благодарю за просмотр и увидимся.